Дальше. Теперь о других делах. Вот это вот есть вот такое знаменитое выражение у Казьбы Прудкова. Увидел, черт, я не верь глазам своим. Я все раз прошу, прошу. Никто ни разу ухом не повел и не сделал. Позвоните, спросите, откуда дровишки. Я вот это вот вам напрошу вебинаре. Пожалуйста. Это же так легко записать. Давайте поможем людям. Уголяю вас. Вот. Я провожу 240-й вебинар. Вот. Мы с братом уже 5000 фильмов делаем. 5000. Помогайте. Наши сил не хватает. Просмотра мало. Вот. Я вам покажу потом. 2500. 2500. Два с половиной миллиона просмотров. Только там надо поменять заголовок. Как уничтожить дерево. Вот. Дальше идем. Для чего все это? Потому что человек, я не мог знать еще что. Я вот сейчас быстро-быстро, а уже среди огромного количества писем я не нашел. Несколько недель назад ко мне пришло опять это самое подлое на свете. Реклама самого подлого этого. Там семечку посадил. Через три месяца у тебя уже дерево. Дерево заметил. Даже не куст. Дерево. С плодами. Вот. Через три месяца. Я не говорю. Через три месяца. Через три месяца. Через три месяца. Еще одно прожает. Через три еще и через три. Вот это вот говорит о том, что они же платят большие деньги за рекламу. Согласна? Реклама не бывает бесплатной. Вот. Значит они платят. Значит это прибыль. Значит дорогов хватает. Я пишу к тому же. Ребята, давайте сами. Мы не можем дождаться ничего. Смотрите. Сейчас. Ну ладно, я потом покажу пару фотографий. Вы поймете, о чем лечь. Далее. Свежайшее письмо. Здравствуйте. Хочу сад из всех видов фруктов, которые в Сибири выживают. Я новичок. Только познакомилась с каналом железа. Где и что можно приобрести. Я так поняла, что-то косточкой можно, что-то привитыми сайленцами, грушей, яблой. И самое страшное, что я здесь сказал, в городской жил, так, республика Тыва. Республика Тыва находится южнее Сайдаморска, но она в Кальсегор. И там холоднее значительно. Вот. И там, в городской сайленце, это надо особое условие. Я почему не стал там гастевое отвечать? Мне надо там целую книгу переписать все это. Это невозможно. Давайте сначала подыскать подходящее место. Вспомните, я здесь не могу, даже здесь, опять повторяюсь, про тепловые подушки, про южные склоны. Помнили? Потом надо будет начинать уж, извините, как вас зовут, Дарья. Вот. Вам придется начинать с самого элементарного. Вот посадили ранетки, ну что-то будет. Посадили полукольтурки, что-то будет. Посадили манчжурские абрикосы, ну у вас там снега прорва. Там как будто это хранилище снега Тыва. Значит, это такое место выродище снега, наверное, чтобы каждый год будет по метру снега. Вот. Замучите серебра, капайте абрикосы или не помрут. Ну, с сливом полегче, они не боятся вашего снега. Вот. Но, все-таки, насевать вам придется. Вот я опять начинаю. Китайские сливы, манчжурские абрикосы. Вот. Потом, значит, если прививать, например, то есть груши, яблони, и в траве еще холоднее даже, чем у меня, вот, и у вас там не греет, это плотина Санна-Шушенская, не греет. Это значит, что получается, что из хорсовских культурных, из семечка культурных, яблони груши, вам вырастить практически невозможно будет. Я не говорю то, что можно ждать. Шесть, восемь, десять, бывает, пятнадцать лет. Да замерзли, какой-то из этих годов. Вот. Потепление, потепление. Один год, сорок, пятьдесят и прощайку. Непривитые груши, яблони. Значит, груши начинать с семян, диких усы, риски, яблони седать с семян. Слава богу, вот, с Сибиркой у нас хоть проблем нет. А потом на них проевать, но уже выбирать что-нибудь попроще. Попроще. Вот. Приведем это, допустим, на Сибирку. Ну, например, белый налив. Папировку. Вот. И зимних, самым разустретим, там, кипит шафранный. Или, например, это самое, Синопсеверный. Вот, все-таки облаки. И не самое вот это роскошное. А второй этап – обнаглеть. Учитывая, что все-таки идет потепление. Наверняка оно и коснулось реки Тыва. А город Кызыл – это город республиканского значения. Он себя греет. А вы же не написали, какой-нибудь аул такой-то, или там, как их там называют? Туя. Все, я не помню. Ну, по крайней мере, произвели еще в самом городе. А он наверняка оброс этими одноэтажными домами в пригороде. И если там город несколько градусов тепла дает, вот тогда наглейте и поехали. Значит, груши уже сладчайшие, яблоки – во. А уж абрикосы уже, но уже прививать. Уже амор выписали у меня, привили. Артем прибили. Баев он уже 50 лет у нас за того, а привил к Сибири, что это вообще 50 лет фантастика. Феномен. Другое дело, что знал бы об этом наука. Баев, пересылаивайте самую, Черенкиев, знаете, куда? Надо бы еще куда-то серене. Вот нельзя на юг, нельзя на юг, нельзя на юг. Калининградская область. Фотография приходит. Вот берег этого, черт, как его правильно называется. Ну, Калининград, где? На берегу же этого самого. Балтийского моря, правильно? Все дерево, ни один абрикос, ни один плод. Все дерево, плодах 130 грамм. Да это же, на-те, на-те. Можем, если захотим. В общем, вот и далее, извините, я пока так. А подробнее, сказать подробнее не могу. На 10 вебинарах, не меньше. И здесь 40 я про это рассказывал. И с фотографией. И учил, и как привить правильно, и как сделать совместимость повыше. Вот. И как, чтобы сопривания не было. И все-все-все было. Поэтому присоединяйтесь. Как там переводится, пролетариши, в трансседняйтесь. Хлопцы, роп, допустим. И все-то, гоп, допустим. Книгу выписали, пожалуйста, вот вот целое это. Вот, энциклопедия. Диски выписали, там все разровно. И все, знаете как, я понимаю, что я работаю в холостую. Вот этот диск, да? Вот этот диск. Вот. Он, здесь полторы сотни моих статей последует от того, как я был молодой, как взрослел, матерел и так далее. Вот. Но получилось так, что, как я красиво о нем рассказал. Сотни фотографий. У меня за первые 5-10 лет самые красивые фотографии. То есть, у меня не надо было приучать там десятки лет. Выбирать десятки лет. Вот оно. Ну, как-то сложилось так. Может, там кто-то помогал. Но ни одно диск с этими, со статьями избранными не куплено. Так и не куплено. Фактически, говорю, пустую. Вот. Вот как только доходит и 300 рублей, и тут же все. Желающих 0. Вот это вот, правда, у Сергея раскупили шарминсы все. Но он, работая на заводе, он уже так много производить не может. О качестве речь вот идет. Вот. Вот они. Я уже показывал. Вот почему показываю. Потому что это чуть ли не единственной в стране, где можно, вот, вот, заметьте, на втором плане видите, женщина выбирает. Вот, вами цена, вот название, вот все. А осень еще и попробовать можно. Ну, где вы такое видели? Но. Но. Все равно победят вот эти. Ну, одни продают, правда, по 300 рублей. Вот. Другие продают по 500. Ну, некоторые не стесняются и по 1000 и по 2, а вот такие. Ну, еще бы, кто что такое. Другое дело, что у них нет питомников. Нет, не так. А, и питомников нету. И матовщик садов нету. А все равно покупают. А у них с колес и продают. Или раз. Вот же было недавно. Нам с вами рассказывали, помните? Прямо на глазах у покупателей в этих горшки. А потом человек вынимает из горшка корни обрублены. Горшок того, саженец 2-3 метра, горшок того. На всем экономии. Вот так торчат обрубленные корни. Вот так вот. Вот тебе и вырастили в закрытой корневой системе. Вот так вот. Поэтому я еще недавно, помните, я это, кричал «Ура!» не выдержал. Кто-то из вас что написал? Что я уже вырастил ваши, я уже продаю. Вот. Вот великолепно, да? Я же говорю, разрешаю говорить все это железовские. Давайте мой телефон подтвердю, если я проверю, ага, там, Сидоров. Забрал Сидоров. Ага, брал у меня. Все, я говорю, покупайте у него. Я подтверждаю. Вот видите, как здорово. Ни обмана, ничего. А то в магазине покупать. Они там месяцами стоят, умирают. Вот это вот Кутепова, я эту тему еще не могу закрыть. Почему? Случилась страшная беда. С каждым годом нарастали объемы. Начиналось понемножку, сейчас покажу как. Запомните слово Кутепова. Так. Давайте вначале вот сюда посмотрим. И так, 12 или 40 лет назад я самолично в Москве в фирменшем магазине в феврале месяце щупал вот это и фотографировал. Видите? Продавщица сказала, нет, я сделал такое умное лицо и говорю, кто вас товаровед? Пригласили на как-то. Ну, это у меня был такой серьезный, в очках. И откуда дайвишки, она говорит. Главное, сразу не ответила. Товаровед не знает, что сказать. Она молчала полминуты, потом говорит, с Польшей. Ну, так как тут на каком-то языке, не на русском, наверное, может даже с Польшей. Дело не в этом. Когда я открыл, я ахнул. Ничего не видите. Они мертвые были. В феврале были мертвые. А им еще надо было в март, апрель еще там жить по этой температуре. Понимаете? Вот. И вот. И тогда я, к сожалению, возьму сейчас вот что сделаю. Я сейчас покажу вам, пусть это будет повтор, но было и продолжение. страшное продолжение. Поэтому я не имею права вновь. Я гражданин России. Кто не в курсе. Вот. И был он, и останусь им. Вот это вот 22-й год. Вот это я, мне прислали фильм, я снимал с фильма. Прямо с фильма. Где-то я пробокнулся. Сейчас вернусь. Это долго. Ценейшая патриография, кстати. Ценейшая. Вот. Ага, вот она. Итак, я взял, довел до экрана под аппарат и начал снимать. Все показывать не буду. Ну, вы видите, да? Январь. Так. Смотрим. Это реклама январская. Уже цветут. А им высаживать, в лучшем случае, высаживать будут в марте, то есть, это юг. Это магазин Ашан. А у нас весь астронаватик. Это ладно. Дальше скидки дают. Пожалуйста, покупайте. То есть, всех уже выбросит не 389, а на 100 с лишним рублей меньше. Как тут не соблазнится? Тут уж он потом выбросит, он еще не знает. Вот видите? Если они уже живые, а им не, не, если им не выдержит коробка, исключено, все будут мертвы. Вот снова цветут. Вот опять, вот опять, вот опять. И самое страшное было вот. Смотрите. Я повторяю второй раз. Идут год за годом. Может, знаете, сколько времени уже этим занимается? шестой год. До посадки хранить в темном месте. Вы видели темное место, нет? Видели, да? При температуре 0 плюс 2. Итак, нарушены правила хранения. Все, кто их купит, а их здесь не просто много. Вот. Вы понимаете, сколько их? Сейчас. Вы представляете, сколько их? А? Так вот. Идем дальше. возвращаемся. И когда я думал, мне эту тему надо раскрыть, я просто набрал это, ну, как обычно, значит, фото принося саженца. И сразу смотрю, а кто-то же фотографировал. Не просто ревенция, а люди в погонах. Вот. И вот эти люди в погонах должны были обеспечить нам, чтобы, если саженец последовал, то он прижился и дальше давал плоды. Вы что смеетесь? Вы же, не, вы же знаете, посмотрите на эти фотографии. Вот. Вы же понимаете, что вся средняя полоса России умрет. 100% умрет. я, 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 сколько меня привлечил. Со всей стороны несу само плеч сону. Все это умрет. Вот такие вот люди в погонах, они не могут нам обеспечить, чтобы, ну, все, что могли обеспечить, это просорации, и, чтобы их не было. Чтобы ожили отечественные питомники, которые вот эти задушили. Вот эти вот. Понятно, да? Почему у нас 39 человек умерло, а больше 100 отравилось этой самой, метилом, спиртом. Это последний скандал. Они у нас пару лет пройдет, опять в гаражах будут развивать. Опять, и опять будут все глаза закрывать. Вот. И а тут 39 умерло. Это страшная цифра. семьи, это дети, это коллеги, это сироты. Вот. Вот это наш уровень. А здесь получается так же. Ведь все, что если бы они выжили, но это невозможно, они отдают их не выжить. Тогда я думаю, полистаю еще. Вот еще одно это. Видимо, воспитывает этого человека. Как она воспитывает? Вы думаете, после этого вот это все будет выброшено на сволку? Да нет, конечно. А теперь для чего я все это говорю? Значит, получается так. А почему люди отравились и скандал на всю страну? А мы же перед всем миром позоримся. Мы позоримся перед всем миром. На нас пальцем показывают. Нас дебилами считают, потому что мы даже этого не можем запретить. А почему? Да потому что дешевый. Вот почему травились люди. А здесь что? Конечно, это все дешевки, они будут проданы. Ну, как дешевки? Уже где-то на рынках они со скидками уже Володи Тотарова уже спускали цену до 500-600 на сенале где-то с 900 эти самые торгаши. он со совершенно настоящими санкциями вообще они ни хрена обратно посадил. Они уже должны были красоваться в наших садах сибирских. Володя Тотарова суперспециалист. Вот если кто-то был в 100 человек просто специалист, то если он один из двух-трех последних это уже суперспециалист. Нету других таких. Он бракал рукой и обратно посадил санкциями продать нему. А эти продают. Не вот эти дамы виноваты в погодах. наболело. Вот это вот из интернета. Вот это на русском языке значит это все российское магазин российский. всех сидит скучает. Конечно тут очереди не наблюдается. Но все завалено этим. Я не знаю как они в этой жаре и тепле они же сгнивают даже сразу. Тогда возникает вопрос а как они сделаны что они не сгнивают. Тут уже видимо умение прикладывают. Есть такое. Вот я время время читаю про ботокс и про специальную не заморозку а подморозку специально. Ведь умудряются. обработки сколько дойдем до обработок. Вот это вот как эту тему закрыть. никак. Таким будем жарить вот виноваты кто ну ничего толку от их работы тут должна быть команда сверху пас и все вот тогда заработает а вот это вот женщина которая считала уникальной вот речишника вот почему она здесь ну как я же не могу разговаривать заочно вот смотрите в глаза любуйтесь а теперь что она написала она присылает мне ролик вот вот этот ролик вот ну увидеть мы сейчас его не можем и вот получается что из этого ролика мы узнаем тех которые стоят в прекрасных карликовых яблонях вот держит рука красиво яблоки наш российский мужик это юг конечно это юг понятно вот говорит а у нас это миллион чем-то тонн ну здорово то что он потом горько рассказывал что конкуренция это дико никто же не перекрывает кислород чтобы наши продали у нас нет этих холодильников в таком количестве как импорта они могут продавать с холодильника сразу на рынок вот а у нас так не получается и она что заметила это милая женщина она что заметила что он сказал вот эту фразу тут открыто говорят о 12 обработках ядом вот и тогда я что подумал 12 обработок это не 40 то есть надо покупать наши надо покупать наши понятно когда получается что наши тоже ядовито только меньше тогда я считаю что если бы было как-то направлено усилия помните последний я показал письмо которое мне пришло лично мне официальное письмо из Минсельхоза России до этого я просто в отчаянии написал не все зря открытое письмо президенту Путину и все все мы говорим и об этом тоже все реагирует надо было администрации за нами а как же в хорошем смысле мы же много умного кто-то должен реагировать нельзя лимсельхоз отправить а тот все сделал сказал мы тут не при чем обращайтесь да то есть мы ничего делать не будем с этими проблемами вот ну никого это так хочется как бы слово произнести вот что их это не это самое не получше а дальше что и тогда нам нужно понимаете я только не знаю как это организовать чтобы где хоть один попал дачные сады это всегда было спасение дачное и сельхоз вот эти прям же это было всегда спасение от голода можно надеяться что колхозная колхозная это самое колхоз вырастет ну как было в Красноярске когда я был студент подъезжает машина из ближайшего колхоза ведро рубль ведро рубль картошки вот так же и тут же рядом тут же рядом продают бабушке картошку ведро 50 копеек ну оно понятно себестоимость ниже вот а и всегда было так морковка колхозная морковка наша или сами врачи цикла такая это такая а здесь не получилось конкуренции нет конкуренции нет мы проиграли полностью вот как кстати за них и проиграли мы проиграли это полностью чтобы это вернуть нужно что в начале этого хватит один час открытый урок назвать показать сразу по нескольким федеральным каналам я бы мог выступить с этим и уже после этого мне а это самый человек уже никогда не потому что скажет он может сказать сказать что что это не может быть сильно крупно или как а можно просто сразу вывести их на чистую воду это еще раз рядом большой экран несколько каналов телевидения снимают а потом это я готовлюсь к этому завтра мне позвонят с администрацией проводить не смейтесь вашу мать мечтать ведь говорят что мечтать не вредно иначе у меня не спать хватит если я молчать буду фото круп дальше не буду уже искорную плодов абрикосов видите и любой из них выбирайте как вот вспомните там как он назывался а у теплого берем нажимаем найти изображение в яндексе так сейчас мы сейчас с ними не расстались найти изображение в яндексе их не хочет жалко это как это выигрышная фото очень выигрышная не везет ладно давайте другое я должен эту тему довести до конца наш мальчишка кого из наших ребят ну вспоминайте кого из наших Мезиного Макарова ну-ка вспоминайте видите как мало у нас этих настоящих крупноплодных сортов абрикосов чтобы сюда попало да это так слово вот это часто попадается они как-то делают мелкий мелкий листик чтобы они казалось таким огромным огромным вот огромным огромным ну и вот они смотрите на скольких сайтах видели вы это видите почему потому что самих ничего нету смотрите я все листаю я все листаю я все листаю что-то пошел на сотни и это не только обратите внимание тут все почти большая часть ширик не наш русский кто-то сделал одну единственную фотографию одну единственную сколько мошенников ее присвоили я все листаю интернет не обманив ну почему это нельзя я иду когда закончится даже я устал во все несколько сотен так идем дальше горькая правда теперь всегда когда вы это видите нажимаете на ну здесь я не могу нажимать почему потому что это нет здесь это просто фотография вот это с большого экрана крупным чиновником вот вместо того чтобы этот самый министр сельского хозяйства он может быть хороший человек вот ответ не он он не видел книги которые я ему подарил через руки передали не видел ничего чиновники это это так оставьте от нас поняли да принцип такой нам надо это пока не нарушится Татьяна Садовна так и будем сидеть так и будем и мы будем что это молодец сразу поняли что даже мы россияне без яда никуда нам нужна конкуренция тачные сады поднимать а как сделать чтобы у них не покупали чтобы у нас покупали без помощи сверху ничего не будет я в шестой год долблюсь вы думаете на первых этих не было вот этих может другие фотографии а потом что случилось еще думать это все вот это все о чем я говорил неправильное хранение вот все погибнут в будущем купленной зимой и вдруг в этом году прорвал их так вся россия забита вот этим вся россия и эти горшки то есть не горшки а коробки вот я еще последнее видел в магазине под названием этот самый комодор и сейчас стоят ну не сейчас ладно неделю до стоят вы понимаете что творится кто за это отвечает что хранение все вот нам нужна помощь а вдруг услышат они будут вот так отмазываться от нас это не наше дело а че делать я не могу понять мое железо и все но не он по Субтитры создавал DimaTorzok